МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Нинецком округе начали отбор проб для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию пассажиров, прибывших на одном самолете вместе с заболевшей COVID-19. 95 тест-проб уже показали отрицательный результат. Еще 72 человека обследованы и ждут результатов. Успешную операцию по спасению больного провели накануне окружные спасатели, авиаторы и медики. События развернулись в Баренцево море. Работник рыболовецкого траулера был поднят на борт вертолета и доставлен в Нинецкую окружную больницу. В нашем эфире уникальные кадры спецоперации. Помощь братьям нашим меньшим. В окружной столице объявлен сбор продуктов и других средств для содержания животных для конно-спортивного клуба «Фортуна». Из-за пандемии коронавируса некоммерческой организации очень сложно самостоятельно содержать контактный зоопарк. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. По состоянию на 20 апреля в России за последние сутки выявлено более 4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших превысило 47 тысяч. За все время пандемии умерли уже более 400 человек. Только за последние сутки коронавирус унес жизни 44 граждан России. Растет количество инфицированных в соседних с Ненинским округом в субъектах Российской Федерации. Большое количество заболевших коронавирусом в Республике Коми – 491 человек. В соседней Архангельской области накануне произошло резкое ухудшение эпидемиологической ситуации. Очагом распространения инфекции стало медучреждение закрытого типа. Накануне среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, всего в Архангельской области по состоянию на 20 апреля количество заболевших составило 114 человек. На территории Ненинского округа по состоянию на 20 апреля подтвержден только один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге в Департаменте здравоохранения для журналистов региональных СМИ. Пациент находится на лечении, лечение болезни протекает, состояние удовлетворительности, симптомов никаких нет. После проведения курса лечения, в том числе и мини-коментозного, будут взяты два раза пробы и при наличии отрицательного результата по тесту она будет выписана. В настоящее время на самоизоляции в своих домах и квартирах остаются жители округа, прилетевшие в Нарьинмар из Санкт-Петербурга на одном рейсе с заболевшей, а также те, с кем она контактировала в Нарьинмаре. Всего 162 человека. Пятеро из них командировочные. Они помещены в обсерватор. 18 и 19 апреля, на 10-й день карантина, у них начали проводить тесты исследования на коронавирусную инфекцию. 18-19 в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в НАУ поступило 95 проб. Все они на данный момент исследованы, положительных находок нет. В понедельник 20 апреля исследования на коронавирус были продолжены у оставшейся части самоизолированных. В том числе заборы материала для исследования должны были сделать и у жителей некоторых населенных пунктов округа, которые прибыли из Санкт-Петербурга и уехали домой в свои села и деревни. Исследования проводятся только в лаборатории Роспотребнадзора в Нарьинмаре. Забор материала в сельской местности осуществляет фельдшер. Далее в специальном контейнере этот материал доставляется в окружную столицу. И если по коронавирусу эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, то по заболеваниям ОРВИ среди взрослого населения далеко нет. Эпидпорог превышает норму в целом по региону на 14,5%, а в поселке Искателей и Нарьинмаре более чем на 43%. За последние четыре дня зафиксировано 250 новых случаев заболевания ОРВИ. Пристальное внимание уделяется пациентам с подозрением на грипп. Обследовано 128 человек. Из них у 17 грипп подтвержден. Один случай – это H1N1, четыре случая – это грипп А нетипируемый, и 12 случаев – это грипп Б. И вот с 1 по 19 апреля как раз было выявлено 9 случаев гриппа Б. То есть это говорит о том, что повышение заболеваемости ОРВИ и гриппа у нас оно есть. И то, что за такой короткий промежуток у 9 человек был выявлен грипп Б, говорит о том, что этот грипп сейчас циркулирует на территории округа. Режим повышенной готовности в соответствии с постановлением временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа сохраняется в регионе и на эту неделю. Запрещаются все массовые мероприятия. Лица старше 65 лет должны находиться в самоизоляции. Школьники и профучреждения на дистанционном обучении. В детсадах только дежурные группы для детей, чьи родители должны работать. В субботы действует режим послабления для предпринимателей. Работают парикмахерские, фитнес-центры, сауны и солярии. Работники этих предприятий должны соблюдать строгие меры безопасности и дезинфекции. Алина Волчейская, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания обратились к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой включить регион в перечень субъектов по софинансированию расходных обязательств на выплаты семьям с детьми, возникшей при рождении третьего и последующих детей. Проект обращения был согласован в ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и бюджету, которая состоялась сегодня в режиме ВКС. Всего в повестке дня значилось три вопроса. Один из главных – выделение финансовой помощи за счет средств окружного бюджета на погашение кредиторской задолженностью трем муниципальным учреждениям – животноводческим комплексом сел Великовисочное, Пеша и Омы. Все прилагаемые передачи предприятия находятся в сложном финансовом положении и имеют отрицательный финансовый результат. В большей степениторской задолженности имеется в ВНКП Великовисочный животноводческий комплекс. В ВНКП Великовисочный животноводческий комплекс на счета предприятия наложен нарез на 31 января 2020 года. Суммарный долг всех трех предприятий составляет порядка 40 миллионов рублей. Одно из предложений – разбить долг на счастье и погасить. Часть долг, как Олег Евгеньевич говорит, у рассрочек мы постепенно платим бомбу, ликвидирует их часть долга, заполярный район включается, потому что там очень много предприятий самого заполярного района, включая тот же, так сказать, те, кто электроэнергию постановляет. И у всех есть дебиторская задолженность от ВНКП, тоже надо убивать деньги, они, может, небольшие, но в своем масштабе они есть, у кого-то полтора, у кого-то два миллиона. Поэтому такая совместная работа… Депутаты сошлись во мнении, что на предприятиях необходимо сохранить рабочие места, поэтому важно поддержать их функционирование. Еще один вопрос – внесение изменений в бюджет 2020 года. Изменения касаются предоставления права органам государственной власти и учреждениям при заключении договоров о поставке товаров и услуг за счет средств окружного бюджета предусматривать авансирование в размере до 100% от суммы договора. Это решение было принято на фоне борьбы с предотвращением коронавирусной инфекции. Значит, необходимость внесения изменений была обусловлена необходимостью срочного реагирования на изменившуюся экономическую ситуацию в связи с коронавирусом. В связи с обращением о департаменте здравоохранения трудооциальной защиты нескольственного округа на адрес департамента финансов в целях недопущения дефицита товаров, используемых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Руководитель департамента здравоохранения Сергей Свиридов пояснил, что речь идет о средствах защиты и препаратах, приобретаемых для нужд медицинских учреждений Ненецкого округа. Департамент здравоохранения защиты – это очки, аспираторы, махимы, высокие костюмы типа «Сайвик», это ликтажные препараты, которые по схеме идут. Изменение основных параметров окружного бюджета и объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств предоставленным законопроектом не предусматривается. Также в ходе комиссии депутаты согласовали обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину. Такая необходимость возникла в связи с тем, что Ненецкий округ не попал в число регионов, которым положено софинансирование расходов на предоставление ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет. В нашем округе сумма на следующий год составляет 138 миллионов. В связи с тем, что там установлен критерий рождаемости, а критерий рождаемости должен составлять не более двух, а у нас коэффициент рождаемости в прошлом году составил 2,77, в 2019 году 2,2, а в этом году где-то более двух, поэтому не получаем средств бюджета. В связи со сложной экономической ситуацией депутаты приняли решение обратиться к председателю правительства, чтобы региону была выделена субсидия, она составит примерно 85 миллионов рублей и станет существенной поддержкой. Успешную операцию по спасению больного провели накануне окружные спасатели, авиаторы и медики. События разворачивались в Баренцево море. Работник рыболовецкого траулера «Баренцбург» был поднят на борт вертолета Нарьинмарского объединенного авиаотряда и доставлен в Ненецкую окружную больницу. Кадры спасательной операции и интервью с ее непосредственными участниками в материале Алины Волчейской. Баренцево море. Воскресным днем Спасительный союз авиаторов, медиков и сотрудников Ненецкой поисково-спасательной службы спешат на помощь рыбакам. На траулере ждет эвакуации человек с подозрением на повреждение внутренних органов. Спустя час с небольшим винтокрылая машина подлетает к судну. Один из спасателей десантируется на корабль. На рыболовецком траулере все готово к началу эвакуации, ведь счет идет на минуты. Обязательный инструктаж по технике безопасности для больного. И вот его уже усаживают в специальную корзину для транспортировки на борт вертолета. Ноги сюда, спиной сюда. Ага, голову наклонить. Все, руки сюда. Еще несколько минут и пострадавший, и спасатель на борту винтокрылой машины. Воздушное судно берет курс на Нарьинмар. В это время пациентам занимаются медики санавиации. Владимир Пуляев об этом вылете вспоминает с улыбкой. Ведь все прошло успешно. Благоприятствовала и погода. На море штиль, ветра не было. Поэтому на всю спасательную операцию ушло около 12 минут. По словам Владимира, в эти моменты главное делать все четко по инструкции. Работа над водой, если вертолет, то в гидрокостюме. Выбирается, на чем будем его поднимать. Это уже в зависимости от его состояния пострадавшего. Если тяжелый, то на носилках. Носилки, они плавучие. Корзина тоже плавучая. Если состояние более стабильное, то в корзине. Если вообще идеальное состояние пострадавшего, то применяется обвязка. Ну, как бы уже просто поднимаем его. Земля! Эвакуация больных с морских судов для сотрудников поисково-спасательной службы – дело привычное. Навыки по десантированию отрабатываются регулярно. Впрочем, успех операции зависит от многих факторов. Это и погода, и слаженные действия летного экипажа. Вертолетом управляли опытные пилоты Сергей Кармазин и Яков Меньшаков. Предварительно, перед вылетом, естественно, собрались с группой спасателей, обговорили, так сказать, все действия. И в том числе при незапланированных каких-то, при сбойных ситуациях, обговорили, обсудили, пару вариантов набросали. В общем, ну, все прошло в штатном режиме. Естественно, все зависит от профессионализма, от опыта, скажем так. Пока полет не завершен, никто ничего не чувствует. Все в достаточном рабочем состоянии, в напряжении, скажем так, в обычном рабочем напряжении. Только когда винты остановились, мы на стоянке, вот тогда вот, можно сказать, поблагодарить друг друга. Обычные слова. Спасибо. На счету авиаторов десятки подобных вылетов. По статистике, раз в два месяца в Ненецком округе эвакуируют больных с морских судов. Ведь все активнее идет освоение Северного морского пути. Каждая операция не похожа на предыдущую. Однако общая черта все же есть. Профессионализм спасателей, авиаторов и медиков. И, конечно, слаженность их действий. А значит, можно быть уверенным. Те, кто нуждается в помощи, обязательно ее получат. Еще одна операция, правда, уже по спасению вездехода, развернулась на Печоре в минувшие выходные. В районе Йокуши под лед провалилась техника Север-жилкомсервиса. Вездеход шел из Индиги в Нарьенмар и провалился еще в субботу, 18 апреля. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Вызвали технику из ледяного плена удалось только в понедельник, 20 апреля. Добавлю, тем, кто отправляется на реку, следует соблюдать все необходимые меры предосторожности. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на единый телефон экстренных служб 112 с мобильных телефонов. Четыре лапы проект под таким названием запустил Общероссийский народный фронт. Цель спасения животных, которые в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, остались без пропитания. Проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Ивановской и других областях. В список социально значимых организаций, которые поддержит ОНФ, попал и наш конно-спортивный клуб «Фортуна». Как оказалось, неравнодушные жители Нинецкого округа уже активно помогают более 20 его питомцам. В этом убедилась наша съемочная группа. Любовь Пермякова расскажет подробнее. Более-менее это, ну, дают себе гладить. А то обычно хватит, так запарится. Ой, хорош! Енот Каспер в клуб «Фортуна», расположенный на факеле, попал более года назад. Бывшие хозяева отказались от него, когда дикое животное стало проявлять агрессию. Сегодня енот доброжелательно настроен. И не случайно, ведь на днях неравнодушные жители принесли ему любимые лакомства. Нам за два дня два мешка рыбы их люди навезли. И так кровь для собак понавозили, тушенки, морковки, капусты понавозили. После введения в округи мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, «Фортуна» вынуждена была закрыться для посетителей. Из-за снижения их притока образовался дефицит в бюджете. К сожалению, карантин тоже касался нас, потому что закрылись детские сады. Соответственно, нет отходов, которые мы возили всем животным. Проблема в стене. Закрыты многие предприятия, связанные с мухой. Мы не можем купить корма. Закрыты материалы мы не можем купить, а животные опилка. Самая большая проблема, по словам руководителя клуба Ирины Савариной, – невозможность закупки кормов и расходных материалов для животных. На них ежемесячно требуется более 50 тысяч рублей. А как все справляетесь? Тяжело? Ну как, потихоньку справляемся. Нашли человека, который продает сено, и потихоньку собираем деньги. По одному рулону покупаем, провозим. Сегодня на содержании в клубе находятся более 20 животных. Кроме инота, каспера и лошадей есть коровы, кролики, гуси и собаки. В ПВС двух забрали, черныша вот эта и кнопку. Она сейчас бегает, гуляет. Позвонили, говорят, есть собачки, что это надо. Взяли. Жалко все равно было. Этот вообще был худой, сейчас хоть поправился такой. Но у него еще брательник есть в искателях, тоже бегает. Первый раз, как увидели, что бежит, думали, наш или не наш. Но оказался не наш. Все питомцы клуба сегодня очень нуждаются в вашей помощи. Фортуна принимает следующие продукты для животных. Консервы, крупы, фрукты, овощи, мясо, отруби. Продукты можно доставить по адресу переулок Арктический 1. Здесь также требуются опилки для содержания животных в вольерах. Любовь Пермякова, Владислав Ткачев, Телеканал Север. И в завершении выпуска. Накануне православные христиане отметили главный праздник. Пасхальные богослужения в Ненецком округе прошли в режиме онлайн-трансляции. Прямой эфир из Кафедрального Богоявленского собора Нарьинмарской епархии для верующих региона организовал Телеканал Север. Пасхальная служба в эфире Телеканала Север и на его официальном сайте началась в 23.50 в ночь субботы на воскресенье. Православные жители Ненецкого округа могли присутствовать на праздничной службе виртуально. Такое решение провести богослужение в телеэфире было принято в связи с тем, что в регионе действуют усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и в Нарьинмарской епархии рекомендовали прихожанам воздержаться от посещения храма. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...